Короче говоря, когда касается русской криминальной традиции Там, в общем-то, все не так, как везде Вот в этих единоборствах И, в общем-то, конечно, преподавать русскую криминальную традицию Я вам не буду, буду показывать только какие-то вещи, на которые нужно Обратить внимание То есть первое отличие Вот то отличие, которое, в общем-то, не существует в других школах фельтования В других школах единоборств Это положение рук, ну, по сути говоря, мы стоим вот здесь Смотрите, если рука находится вот здесь То технический элемент начинается отсюда То есть нет вот этого Раз Нет вот этого Два То есть, если рука здесь стояла То удар идет сразу По кратчайшей траектории В человека То есть Вот оно в одном месте стоит И вот Движение с того места, где В общем-то, рука находилась То есть, если руки будут внизу Мне легче бить отсюда, да? Будет Соответственно По сути своей Если моя рука находилась здесь, да? То она по прямой траектории и будет идти Или по какой-то другой траектории будет идти сюда Сюда То есть, я не буду Переставлять ноги Взводить руку Подходить Там Выцеливать удар мощный, да? То есть, где руки? Руки находятся оттуда С любого положения и бьет То есть, если я руки здесь Я могу сюда наносить удары, видите? Могу снизу ударить пальцами Могу сюда ударить В пах ударить Но Всегда будет что? По сути своей Рука Будет двигаться оттуда Где она В общем-то, находилась С ножом то же самое То есть, если я Нож в кармане Да? То, смотрите Если я нож достаю из кармана Видите? То есть, удар будет прямо отсюда То и движение будет сразу же Что? Вот отсюда То есть, не будет Раз Два Вот этого всего не будет То есть, нож Вот он Лежит в кармане, да? То есть, движение сразу будет Вот Отсюда То есть, из кармана Вот он Вот она Выкидывается Вот я решаю задачу Видите? Вот Рука Раз Вышла Я с азотой И отсюда Вся неприятность То есть, я себя помню Что все будет именно так То Алексей Иванович На мне сейчас покажет Ну, такой же точку Вот руки отсюда Вот он отсюда Поднимает и режет Видите? Мне плохо от этого Видите? Поэтому Я когда в это положение На это расстояние Вытянутые руки попадаю Мне желательно Что угол сразу изменить Видите? Отношение с противником То есть, если я попал сюда То я понимаю Что ему не надо Фигдать Он сразу ударит Вот так Видите? Чтобы этого не произошло Мне нужно резко Поменять угол Между противником Теперь он может Начинать удары Но здесь уже Я могу контролировать Выходить на нанесение Каких-то других ударов Ломать руки Забирать ножи И так далее И так далее Вот она вытянутая рука То я прекрасно понимаю Что мне нужно Уйти вот сюда То есть, изменить положение тела Сделать другую дистанцию И теперь вот ему Нужно бить меня Вот таким способом Или как-то разворачивать Кисть Бить вот таким способом Ему уже неудобно Он начинает бить И сразу же попадает Вот Клинищее движение Отсюда ему Уже как-то работать То есть, если вы будете В этом положении стоять Удар будет сразу Вы просто не успеете отреагировать Даже если вы будете пытаться Руки Он просто перекладывает Нож в другую руку И бьет Понимаете Даже если я схвачу И эту руку Он опять Спокойно перекладывает В другую руку И опять То есть, я просто буду Держать его двумя руками Он будет спокойно Соединить Видите Вот так руки Сделать шаг вперед И просто меня зарежет Видите То есть, получится То есть, бесполезно На этой дистанции У него преимущество нож Это бесполезно делать И поэтому Здесь мне нужно просто Смотрите Почему я не отхожу назад Почему я не сделаю шаг Потому что еще больше Рычаг будет Для нанесения у меня удара Видите Я получу удар Еще с большей силой Здесь Ему нужно Ударить А потом воткнуть Два действия сделать Потому что Короткая вещь Он наколол Как шампур Насадил А потом Дальше Просунул мне То на такой дистанции Вставляю 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 Ему сюда И теперь Он может Эту руку Пытаться резать Мне Я ее могу Убирать Бить сверху Да Забирать нож У него Каким образом Могу Там Я стою здесь Сразу атаковать Ударить Как молотком Могу Ногами бить Останавливать И прочие Прочие вещи делать То есть Я помню Что в русской криминальной Традиции Сразу отсюда Будет удар То есть Не будет стойки Промежуточной Из кармана Сразу Будет удар Он Начнет его доставать Я видите До руки Не дотягиваюсь Он видите Не дает Мне дотянуться Даже если я пошел Он мне Я и начинаю Вот здесь Клебать Он просто Забирает нож И просто Обрезает Все что только Можно обрезать Поэтому я знаю Что удар будет Сразу по прямой Траектории Без того Чтобы достать А потом ударить Показать мне нож А потом ударить Он сразу ударит Поэтому я Раз В сторону Сразу же Руку выставил Он Может попытаться Ее обрезать Конечно Руку А я понимаю Что он ее будет резать Ее убираю Руки у меня Вот здесь Она стоит И ему становится Что в меня Бить неудобно Потому что Движение Даже если пойдет Я его сразу Заблокирую Вот здесь Могу двигаться Пальцами в глаза Могу бить в глотку Могу забирать нож Могу бить в пах Ну любые действия Но из этого положения Мне уже удобнее Работать То же самое С этого Если нож Здесь я резко Раз Угол взял И расстояние Уже что Другое И он начинает Двигаться Как-то Видите Уже даже И попасть Как-то Стремно В меня Если он даже Просто втыкать Меня будет Я его руку Вот сюда Просто вставляю Видите Нож до меня Не достает И даже Если он будет Перекладывать Вот смотрите Он перекладывает А я Оп И в обратном Как бы положи Теперь ему Только так И бить Ну видите Уже никуда Не идет То есть По сути своей Я помню Что нож Будет идти С того положения С которого Ну Где рука Находится То есть Он не будет Подымать Бить Он сразу ударит И чтобы Он меня сразу Не ударил Мне нельзя Сделать шаг назад Потому что Оно меня догонит Видите И мне нельзя Ни в коем случае Здесь начинать Двигать руки К нему То есть Вот я увидел Нож Резко И я хватил За руку А он хватит Перехватил нож Я его хватил За руку Он руки соединил И воткнул меня Видите То есть Как бы я не пытался Его здесь Как-то что-то С ним сделать Масса тела больше А рука против Массы тела Ну ничего не сделает Поэтому я сразу Как только Я увидел У него нож Я либо Я раз Сюда Одним движением И теперь Он у меня С дальней руки Может попытаться Ударить Но я ударю Быстрее Видите Я отсюда Ударю Быстрее Эту руку Ближнюю Бах Даже если он Ударю Я могу Вещь Парировать Здесь Могу Вставлять Сюда Руки Да Он мимо Может пойти Даже если Он будет Центрально Втыкать В меня Я спокойно Здесь Выхожу Видите Могу работать С любыми Вещами Даже Подсчет Втыкать Я могу Здесь Но Итоги Присоединил Даже Если он Будет Вынимать Сейчас Руку То на Втором движении Не могу Работать Уже Отсюда Видите И так далее Там По сути Своей Спасибо По сути Своей На первом Этапе Как бы Нужно Понять Что Русская Криминальная Традиция Как бы Отличается От Других Вещей Которые Со Временем Возникли На Постсоветском Пространстве Тем Что В нее Вложены Самые Да Самые Что Так сказать Эффективные Методы Как бы Решения Вопросов Ближнего Боя То есть По сути Своей Всем Понятно Что Удар Без Замаха С той Точки Ну Где Она Вещь Сама По себе Находится Нож Рука В тот Традиционный Момент Двини Создает Кратчайшую Траекторию Для нанесения Удара И самое Главное Что она Создает Это Скрытность То есть Человек не Видит Удара То есть Самое Страшное Что Человек не Видит Начало Удара Когда удар Начинается И уже Когда он Пытается В середине Что-то с ним Ну как бы Делать С этим ударом Он 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 Уже Ничего Не Может Взять Потому Что Будет Следующий Удар Следующий Удар Следующий То есть Даже Если Он Руки Выставит И Руки Порежет Ножом То Сразу Будет Следующий Удар Следующий Следующий И Вот Это Знаете Вот В русской Традиции Криминальной Вот Сам Сам Удар Вот Эта Серия Она Подобна Знаете Вот Непрерывному Письму Ручкой На Бумаге Вот Знаете Кривая Непрерывная То есть Оно Одно Будет Происходить Из Другого Мало Того В русской Криминальной Традиции Люди Перекладывают Нож Из руки В руку Постоянно Поэтому Если Вы Кажется Через секунду В разных Положениях В таком В таком В другой Руке Вы Схватите Вторую Руку Вы Обесточите Обе Руки Видите И Он Соединит Руки Сделает Вот Так С вами Понимаете То есть Реверсом Разведет Вам Руки И Просто Вас Ударит Со Связанными Вами Вы Сами Все Связали Руки Понимаете В этом Как бы Вся Техника И Мы Будем Разбирать Вот Эти Технические Особенности В какой-то Части На улице То есть По сути Своей Мы Говорили о том Как не сесть В тюрьму По сути Что вам Нужно Первое Запомнить Нож Это Уже Почти Вы В тюрьме Одной Ногой Почему Дело в том Что нож Не является Средством Самообороны Судье Потом Объяснить Зачем Вы Носите Нож Очень Ну Очень Сложно Она Не поймет Зачем Добропорядочному Человеку Носить Нож Носи резиновый пистолет Там Осу Какой-нибудь Юрзу Не дай бог Шучу Да Понятно Что и люди Оперируют Другими механизмами Судья считает Это за то Что вы кистень Будете носить Знаете Железный шарик Положите в носок И будете ходить Чтобы кого-то По голове ударить Судья не поймет Зачем вы изготовили Это приспособление Наверняка Не для развития Ваших интеллектуальных Способностей Знаете Да Поэтому по сути своей Вот смотрите У меня нож Он Дорогой Очень Но тупой Видите Он На станке Ступлен Видите А Это О чем говорит Это говорит о том Что это ножом Не является Это баланка Железная Заготовка Что угодно Но не нож Уже не нож Но Если вы Навес Потрогаете Да Это Очень Хороший Металлический Предмет Для решения Задач И по сути своей Таким ножом Я могу работать Совершенно Спокойно И ножом Это не считается Никакого Ножа Нет У меня в руках Теперь Понимаете То есть Я купил Дорогой нож Не пожалел Деньги На него И затупил Его Специально Потому что Я боевым ножом Вряд ли воспользуюсь Ну с кем-то По причине того Что я не хочу Сесть в тюрьму Мне в общем-то Ну Как бы Не по чину Что ли Как бы А вот Если придется Использовать нож То я лучше Такой буду использовать Разницы никакой То есть Представьте себе Приголубить человека Таким ножом Да То есть Это будет нормально То есть Попадание в руку Попадание куда угодно Ну Здесь Я не знаю Что с человеком Будет Но при этом У меня ножа в руке Нет Это просто Железяка Тренировочная Как бы Железяка С таким же успехом Вы можете Любой нож Бекер Купить Заточить Вы можете Любой нож Голд стила Купить Пластиковый Он тоже ножом Не является Это все не ножи Это средство Самообороны То есть Если бы этот Бокер Был бы Ну тот Который Не затупленный Это был бы Нож Но еще тот нож Который Просто руки Отрубает Человеку Это очень крутая сталь Понимаете Да Очень крутая фирма И очень крутая сталь Но так как у меня Баванка Железная Никого ножа нет Я его могу В тех же ножнах Вот в этих Бекеровских Носить На поясе Где угодно И любой полицейский Меня остановит Достанет этот нож Поймет Что это тренировочный нож Что никакого Ничего нет Здесь Никакого ножа у меня нет Это тупая Просто Болванка Заготовка под нож Никаких претензий Со стороны полиции Ко мне Не будет А работает он Точно так же Как нож Единственное Он не режет А у ножа У нас Прерогатива Для того Чтобы он мог резать То есть Это никакой не нож Это просто Болванка Которая Я использую Для тренировок Но Это не мешает Мне его носить с собой Я же могу Идти на тренировку С тренировки То есть У нас Согласно законодательству Фехтованием Не запрещено заниматься Занимайтесь Хоть обзанимайтесь Деревянным Даже металлическими ножами Можете заниматься Лишь бы это нож не был Ну Боевой Настоящий А это не нож Это вот Болванка сделана На станке То есть Что я сделал Просто Взял и затупил Настоящий Крутой нож Дорогой Полностью Стесал Все Всю рабочую поверхность Ножа Получил просто Железную болванку В руке Но Железная болванка В руке Позволяет Те же самые Фехтовальные выпады Делать Решать Те же самые Задачи Как бы Только С поправкой На то Что у вас Болванка Болванки Понимаете И так далее У этого ножа Этого ничего нет Видите У этого ножа Этого ничего нет Вот этот нож Судья не поймет Этот Она внимания На него не обратит В протоколе Будет написано Макет ножа Понимаете То есть По сути Любое Холодное оружие Или попытка Носить с собой Имитатор Холодного оружия Или прочих Прочих Как бы Вещей Для вас Печально Закончится Даже если Вы попали В неприятную ситуацию У вас Хотят убить Или что Еще У вас Есть нож У них Ножа Нет Сколько Было Потом Непонятно Есть Камеры Видео Наблюдения Нет Камеры Кто Это Будет Снимать На видео И так далее И так далее И тому подобное У вас В любом случае Будут неприятности То есть При вот таком Ноже Никаких Неприятностей У вас Не будет Юридически Носить Имитаторы Ножа Купленные В магазине Ну Совершенно Мало Того Сегодня В Европе Продается Огромное Количество Металлических Имитаторов Ножа Для того Чтобы Тренироваться Можете Не тупить Крутой Нож Но Будете Им Заниматься На пикнике Где-то Колбаску Резать Сало Еще что-то А купите Имитатор В Европе В интернете За 25-30 50 евро Только Хороший И вам Этого Имитатора Хватит И для Тренировки И для Ношения С собой Погороду Вы уже Привыкли К нему Вы умеете Работать Знаете Как это Доделается То есть Никаких проблем Не будет Ударные Все техники Ножа Этим Хватом Они все Будут Работать Какая разница Чем Этим Хватом Все Тычковые Техники Будут Тоже Работать Одно Дело Пальцами Ударить Другое Дело Этой Штукой Ударить Два Разных Эффект Ножа Никакого Нет Экспертиза Покажет Что Это Не нож Даже Классификация Ножа Не будет На экспертизе Что Человек Специально Затупил Нож Для того Чтобы Тренироваться Чтобы Никого Не повредить Ваш Мотив Заранее Что Известен Зачем Точить Дорогой Нож Когда Можно Было Воспользоваться Самым Дорогим Ножом И Как раз Всех Порезать И убить Вы Заранее Сточили Вы Показали Судье Мотив Заранее Что Вы Не собирались Встречать Никому Вреда Что Это Наоборот Для того Чтобы Не причинить Никому Умысл У вас На совершение Преступления Нет Предъявить Вам Как говорится Да То есть Поэтому А вот В русской Криминальной Традиции Помните Что Удары Вот Эти Удары Которые Наносятся Они Наносятся С того места Где Рука То есть Рука Будет Параллельно Бить Она Будет Отсюда Если Она Будет В кармане Значит Удар Будет Из Кармана Если Запосят Удар Будет Отсюда Сразу Вот И Обратите Внимание В Отличии От Фехтовальные Дистанции Европейской Да Там Где Люди Заранее Там Имеют Там Вот Такой Мож Там 42 Сантиметра То есть Когда Мы Вынуждены Отойти От Друг от Друга Для Чтобы Фехтовать Здесь Никакой Дистанции Подобного Рода В русской Криминальной Традиции Просто Не Существует То есть Как Мы Стояли В том Положении Обычно Люди Как Начинаются Конфликтом Или Что Готовиться Плащи Снимать Как В кино Знаете Там Куртки Снимать Давай Поборемся Вот У меня Стилет У тебя Стилет Этого Все Не Будет Вы Должны Все Четко Понимать Никаких Подобных Действий Никто Совершает Что Не Собирается Вот Как Вы Уперлись В друг Друга Расстояние Пол Метра Метр Два Метра То есть С какого Момента Начинается Конфликт Вот С этого Момента И Начнется Противостояние И Притом Пойдет Сходу Безостановочно До Поражения То есть Русская Криминальная Традиция Она Не Двигается Назад Вперед Влево Вправо Как бы Да Она Как Б Идет По Наикоротчайшему Пути К победе Вы Прекрасно Понимаете И Мы С вами Потихонечку Будем Говорить О Том Что Можно Сделать Для Того Чтобы Во-первых Не сесть В тюрьму А Во-вторых Как Б В общем Да С другой Стороны Остаться На улице В живых То есть При тех Или иных Обстоятельствах Знаете Я Очень Много Ну Как Ведел Умников Которые Знаете На улице Очень Бравые Ребята Но Кладут Их На асфальт С одного Удара Как Там Арматурина Или Чем Нибудь Еще Почему Ну Вот это Спортивное Прошлое Да То есть Их Оно Как бы Бравадит Да И говорит Им Ну Ребята Как бы Ну Вы же Спортсмены Вы сильный Вы там Спортзал Ходите Качаетесь Ну С вами Что же Может Случиться Что же Это Чедушное Стоит Что он Вам Может Сделать А он Может Взять Вот такой Вот ножичек Вот Такого Типа Просто Вас ударит Кстати Обратите Внимание Вот Преступности Ей не нужно Не сесть В тюрьму То есть Ей все равно Она не стремится Уйти от ответственности Конечно Она стремится Максимально Себе Безопасит Чтобы сесть В тюрьму Но Ножа Ей будут Наносить Именно Вот такой Не вот такой Стесанный Как я вам Показал А именно Вот такой Нож Классический Нож Русско-криминальной Традиции Понимаете То есть Вот такой Нож Будут Наноситься И удары Вам будут Наносить Именно таким Ножом Не вот таким К резине К чему-то Это когда Знаете Нужно Демонстрировать Много И плохо И есть такая Вероятность Что Все таки Порежем Друг друга В конце концов Потому что Нож есть нож Когда мы с Лешей Берем резиновые Ножи Потому что Когда мы в Вене Записывали Махалова На потоке 14 дней Занимаешься За 14 дней Точно Друг другу Руки Пообрезали Я Леша И ухо Отрезали Обязательно Что-то Произошло Если Показывали Такими ножами Обязательно Что-нибудь Произошло Нехоро Чтобы Демонстрации Записать С резиновыми ножами Вообще Мы занимаемся Металлом Тренируемся Фехтованием Занимаемся С металлом Бывают И деревянные И резиновые Разные Бывают Ситуации В зависимости Когда мы Не умеем Мы стараемся Риск Минимизировать Применяем Деревянные И резиновые Ножи Как только Техника Встает Мы понимаем Что мы делаем Мы уже На металл Переходим На имитаторы На шпаги На рапиры На клинки На стилеты На имитаторы На металлические Для того Чтобы сразу Привыкать к металлу Чтобы у вас Не было Идеи Что у вас Будет деревянная Штука Бить Но я вам скажу Так что Деревянным стилетом Если у вас В один раз Засадят Просто на дистанции 42 сантиметра И сделано Из специального Дерева Такого Знаете Очень твердого Синяки Будут Вот такие А если Попадут Вот таким Имитатором Один раз То ребро То есть Тупым оружием Дырки В человеке Делаются Очень просто То есть Кто не знает Есть Там Сицилийское Фехтование В офисе Леша Начал фехтовать С другим Лешей Как бы Вот Двумя тупыми И затупленными Специально Стилетами Дрегировочными Сделали Две дырки Силетом То что Вот эти Затупленные Вещи Сами по себе Они имеют Не меньшую Ценность Чем Боевое оружие Потому что Дырка Возникает Человеческой Плоти Мгновенно Как бы Неважно Это Такой нож Который Мы только что С вами Описывали Или Вот такой Понятно Поэтому Вам нужно Четко Для себя Понимать Что Если вы Стесываете Нож Дорогой Который Будете носить Потом Впоследствии Как бы С собой То вы Сразу Умысел Для судьи Что Режете Судья Смотрит Зачем Вы Затечили Нож Затупили Вот Для чего То есть Сразу Не хотел Причинить Вреда Людям Ну я Это же Мой тренировочный Я же Занимаюсь В спортзале Как бы Там Фехтовальном Зале Шел на Тренировку Я все время На поясе Его ношу Ну что Учиться Тренироваться Там В свободное Время Где-то Там Сижу Кого-то Жду Достаю И начинаю Пальцы Разрабатывать Еще То есть Понимаете Когда вы Говорите Такое Судья Как бы Понимает Что Вы Действительно Вреда Никого Причинили Это Случайно Что Просто Люди Напали На Вас У вас Эта Штука В руках Оказалась И вы С помощью нее Решали Какие-то Вопрос А Если Нет А Если Нет А Если Вы Взяли Купили Нож В магазине Вы Его Не Затупили И У вас Нож С собой И Он На Поясе То Ну Конечно Есть Причины При Которых Вы Нож Можете Применить Как Инструмент Необходимой Самообороны Да Когда Будет Там Двое Вооруженных Против Вас В зависимости От Обстоятия Ситуация Такое Возможно Но Все Судье Будет Сложно Объяснить Откуда У вас Нож Понимаете Да И Может Выяснить Так Что Каждый Тварь По Паре Понимаете Им За Нападение Вам За Ношение Холодного Дружи Понимаете То есть Все Получат То Что Нужно А Потерпевшим Быть Не Хочется Я Понимаю Западло Но Факт Остается Фактом То есть Вы Когда Учитесь Чему-то Пытаетесь Опыт Какой-то Приобретать Свой Еще Что-то Вы Должны Думать Головой Что Есть Закон Вам Нужно Строго Уложиться В закон Для Того Чтобы Остаться На Свободе После Той Или Иной Ситуации Эти Вещи Должны Понимать И Вы Должны Понимать Что Бить Вас Будут Сразу С той Дистанции В которой Вы Как Оказались Неожиданно То есть Поединка Не будет Это Такое Знаете Есть Бравадный Поединок В кино Видели Когда Ну что Давай Ну давай Достали Два Ножа И давай Другого Опугать Тебе Ножами Такое Бывает Но В жизни Я такого Ни разу Не встречал Ни в России Ни в Белоруссии Ни на Украине Ни на русскоязычном Подстанстве В Европе Нигде То есть Там Где русский В Америке Я ни разу Не видел Чтобы Кто-то Достал Ну давай Поборемся Давай Попугаем То есть Сошлись Двое Один Упал Все Сразу Удар Будет Неожиданный Кто Бьет Первым Тот Побеждает То есть Сразу Неожиданный Удар И Дальше Вы Уже Полностью Неработоспособны И После этого Своим Можно Делать Все Что угодно То есть Что я вам объясняю Как бы Это правовые основы Необходимой обороны И Все это Опыт Русской криминальной Традиции Его Ее практика Многовековая То есть Мы У нас Нет такого Понятия Как Честный Поединок Это знаете В два ножа Когда разбираются Кто прав Кто не прав Знаете Там Когда Два Вора Разбираются Между собой В два ножа А на самом деле Никто Никакого Давтаниана У нас Не играет У нас И в захватах Удары ножами Применяются И прочее Если вы на ноже Читали Вы видели Сколько там ударов На захват На попытку Захвата Ножом То есть Никой борьбы Не будет То есть Нож Борьбу Исключает Сразу То есть Если вы умеете Им владеть Он борьбу Исключает Сразу Вы его В самый неподходящий момент Многоянно Достанете То есть Вас схватили Образно говоря Кто-то Вы его спокойно Из кармана Достаете И все То есть У него руки Занятые Он вас держит У вас руки Здесь где-то В их карманах Руку раз Нож оттуда Два Достали И воткнули В человека Насадили И протолкнули Дальше нож По рукоятку Он руки Сразу разжал Вы доставили Следующий удар И готов Вот так будет действовать Криминал То есть Иди по-другому Не работают Ну и профессионалы Конечно Потому что у нас Вот эта вот Штука Она Перешла Во все Профессиональное Представление О работе ножом Как бы О фехтовании Голыми руками Против ножа Как бы И двумя ножами И наоборот Ножом против голых рук И так далее То есть у нас Представление такое Поэтому никакого Д'Артаньяна не будет То есть удар будет Сразу нанесен То есть первый удар Будет неожиданный А все остальные Исходя из обстановки Как вы отреагировали На первый удар Так чтобы На второй уже отреагировать Что Не смогли Никаким способом То есть Это Ну как бы Думающая техника То есть как бы Здесь Удар первый Он вас Либо положит Либо поставит В неудобное положение Следующий удар Уже будет фатальным Даже если вы парируете Следующий удар То третий удар Уже закончат Это однозначно Поэтому я сразу говорю Изменить угол Для того Чтобы вас Не могли Атаковать Если он начинает Менять Так сказать Положение ног В этот момент Необходимо Наносить удар По причине того Что если он Выровняет позицию Как бы Следующий удар Для вас будет фатальным Потом лучше Бить на опережение Здесь не думать Никаких последствий Голыми руками Бить на опережение Лишь бы только Он вас не смог Ударить ножом Ну а потом нужно Развивать успех И заканчивать Этот вопрос Забирая у него нож Как бы А дальше Так сказать Действовать по обстановке Даже если по обстановке Поэтому Вот обратите внимание На простую технику Которую я показал Но эта простая техника Позволит вам в упор Избежать удары ножом То есть это самое важное Потому что Первый удар Первый удар Он будет сразу Фатальный То есть по сути Уже все заточено Чтоб первым ударом Закончить Вопрос Ножом Вот если вы возьмете Пример Вспомните Был кинофильм снят Ярко показано Кинофильм снят Статский советник Там вот поединок Между Грином И Козырем Вот у него Засапожен этот нож В сапоге Помните Вот он Пистолет Держит на него Направленный Он говорит Ну давай Шмальни А сам Как бы Меняет Потихонечку Положение ног И тот Взял Пистолет Типа Ну давай Типа Разберемся По-человечески 1 на 1 По-мужски А в этот момент Время Тот из сапога Сразу бьет Ножом Ну и Того реакции Хватило Ну он не так Близко стоял Поэтому Тот до него Ножом не достал Ближе бы стоял Получил бы удар Ножом Понимаете И вот Очень правдоподобно Снято Вот первое Вот это действие Первый акт Там дальше уже Это вымысел автора Там определенный А вот первый акт Что он Типа ну так что И прямо руку Раз в сапог На клинок И первый удар Сразу же Как плит Режущий Да То есть вот так Обязательно То есть если нож В сапоге То есть из сапога Сразу будет удар Если нож в кармане То есть из кармана Сразу будет удар Если нож в ножнах Из ножнах Сразу будет удар То есть по-разному В зависимости от того И тут существуют Повороты корпуса Углы для того Чтобы ударить Именно Так как надо Сразу из ножна То есть на вынимание Да Поэтому вот вы Когда все эти вещи Как бы делаете Вы как бы должны Для себя четко Как бы понимать Что первый удар Будет сразу фатальным И поэтому Назад эти смыслы Потому что как только Вы сделаете шаг назад Вы дадите разогнаться Руке Противника И он уже С большой силой Воткнет вас Этот прибор В виде ножа А угол изменить Да У него сразу возникает Что? Неудобство В технике Ему нужно Ну уметь Все удары 36 ударов Русской криминальной Традиции Бить Для того чтобы Найти тот удар У себя в памяти В сердечнике Который решает Здесь задачу А таких Кудесников Знаете По пальцам Посчитать можно Ну соответственно Он выберет тот удар Который наиболее Удобен ему В тот или иной момент Время Ну то есть Он как бы Попытается что-то сделать Рефлекторно Ну а Вы же видели Сразу же Попадет что В подставку В защиту Как бы И так далее И тому подобное Дальше Уже можно атаковать На опережение И решать Заканчивать Семь Форпус Понимаете То есть Еще раз повторяю Что Первый удар Будет сразу Предложен Если вы Не сможете Отреагировать На первый удар То у вас Сразу же Что Возникнут Неприятности То есть Ну по сути С вами Покончено Как вы понимаете Как будет Казаться Пистолетов Похожая ситуация Чуть Чуть Другие Ну вещи Которые Вам нужно Знать А вот Что касается Ножа Или удара Кулаком То будет Такая ситуация То есть Рука Если она Отсюда Будет То есть Удар Кулаком Будет Именно Отсюда Поднимать Не будет Два действия Два действия Делать Не будет Это раз Ножом Будет Тоже С того же Положением У нас Разницы Нет Бить Ножом Или Рукой Это Одно И то же Для русской Криминальной Техника Нанесения Одна И Тоже И в Ближнем Боих Будут Бить Открытые Ладони На Средней Дистанции На Дальней Будут Бить Кулаком Сжатыми То есть Если Вот Это Расстояние Вытянутой Руки То Ладонь Будет Открываться И Будут Наноситься Удары Как Во всех Криминальных Традициях Пальцами Ребрами Ладонью Молотками И так Далее Тот Который Обратной Стороной Вот Этими Частями Так Чтобы Не разбить Не сломать Руку Себе Об Зубы Либо Что-то Не Вывести Руку Строй А Удар Там Действительно Тут Существует Понятие Искусство Нанесения Ударов Руками В голову Потому что В голову Надо ударить Так Чтобы Не поломать Себе Руку Очень Многие Люди Этого Не Понимают И Они Бья Противника Больше Вреда Себе Причиняют Нежели Причиняют Кому То есть Очень Часто Видишь Что На улице Ударил Человек Упал Там Без Сознание А у него Рука Вот такая Вспухла Блин Не меньше Пострадал Чем Тот Тому Надо В больницу Ехать Кости На место Ставить И так Далее Потом Это Очень Часто Встречающаяся Штуковина Вам Эти вещи Нужно Тоже Понять Поэтому Умысел На совершение Преступления У вас Сразу Возникает Когда Вы Нож Положили В карман Судья Будет Спрашивать Зачем Вам У вас Будет Беда То есть Очень Часто Даже Ножи Которые Не Являются Холодным Оружием Люди Которые Просто В магазине Купили Знаете Складные Ножи Носят С собой И Судья Сразу Спрашивает Зачем Тебе Нож Что С Получение Если Человек Не Может Объяснить Зачем Нож Ну Известно Значит Он Скрывает Что Даже Если В Преступ То Он Молчит Не Может Ответ Тебе Что Скрывает Если Что Скрывает Значит Уже Преступ Ножи Понимаете Логика Такая Поэтому Вам Не Только Надо Научиться Разбираться На Улице С той Ситуация В Которую Вы Попали И Дальше Вам Еще Нужно Научиться Разбираться Впоследствии С Правоохранительными Органами Судом Когда Вам Начнут Вопросы лежит рядом, это он у вас нож забирал, это его нож то выяснится, что в процессе борьбы вы оставили отпечатки пальцев на рукоятке, как и он и вот чей теперь это нож, и ваши его отпечатки чей теперь это нож понимаете а он говорит, что это ваш нож если он не дурак, уйдешь есть масса способов оставить ваши пальцы на рукоятке ножа он говорит, что это ваш нож это он с вами боролся, чтобы вы его не убили ножом а если видеозаписи не будет с камер наблюдения, или она будет какая-то расплывчатая, и непонятно, что там сейчас с ножом происходит, то судья будет в замешательстве так чей же это нож, кто его придет сюда поэтому всегда как бы помните, что нож это уже в одной ногой в тюрьме то есть вы взяли нож, и уже в одной и другой в тюрьме и вот теперь туда нужно не сесть и вытащить оттуда ногу понятно ну и как бы дальше мы будем с вами заниматься и прототипологией криминальной традиции и я буду рассматривать уличные ситуации которые как бы существуют и буду разбивать их на определенные простые вещи, которые вам каким-то образом могут помочь себя защитить на улице чувствовать себя уверенно в какой-то конфликтной ситуации при столкновении с криминалом в том числе и порядке спасибо 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 спасибо